Часик Радач и Ферслады, дорогие друзья и враги. Давайте сразу зачитаю, что к чему. Эдвард, слушай. Утром, понедельник, 20 сентября, источники сообщили, что в Пермском государственном университете произошла стрельба. Студенты стали выпрыгивать из окон. Очевидцы рассказали, что стрелок беспрепятственно прошел в здании, расстрелял всех, кто был на первом этаже. Затем он запарикодировался в восьмом корпусе и открыл беспорядочную стрельбу. Внутри здания стрелком оказался 18-летний студент вуза. Жертвами стрелка стали 8 человек, более 10 пострадали. Напавшего на университет обезвредили силовики. Давайте сейчас звали этого стрелка, так называемого, Тимур Бекмансуров. Я так понимаю, татарин уже второй к ряду. Ну, что мы, давай сначала определимся, дорогие друзья, что, во-первых, это терроризм, мы его осуждаем и такое прочее. Значит, давай сразу, Эдуард, определимся. Возможно ли предотвратить такие вещи? Как ты думаешь? Нет. Я тоже думаю, Эдуард, что невозможно. Почему? Еще раз, потому что запомните, ребята, запомните и запишите, что с шизофренией договориться невозможно. Я везде об этом говорю. Везде. И я вам хочу сказать следующее. Вот кто-то может говорить, вот там опять государство недосмотрело, вот сейчас начнут запрещать. Что можно запретить? Там оружие, можно запретить татар, потому что он был татарином. Можно запретить потлатых, потому что он был потлатом. Но, дорогие друзья, если без шуток, то каждому шизофренику, ГБшника, не приставить. Не приставить. Я вам расскажу, на самом деле, друзья, что может сделать государство. Ну, так или иначе. Ничего. Нет, Эдуард, чего? Чего? Как ты думаешь, почему вот такой шизик это сделал? Ну, я тебе скажу немножечко водное. Он там писал, что я всех ненавижу, я себя ненавижу, эти люди недостойны жить. Ну, и все такое. То есть он выступил в роли такой судьи. Такого судьи. Как ты думаешь, зачем он это сделал? Ну, что его побудило? Мотивация какая? Как ты считаешь? Мозги, блядь. Мозги. Мозги. Вот, ребята. А на самом деле у него их нет. Да. 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 Но как можно было его, вот этот недуг, в подвиг определить? Я тебе скажу, Эдик, я тебе скажу, что могло сделать государство. В теории. Они могли его забрать в армию. Потому что в мирной жизни, в мирной жизни он, как вы видите, не смог реализоваться. Только в армию не так вот. Ну и в армию он бы перестрелял. Нет, Эдуард, нет, нет, нет. Нет, я тебе объясняю. В армии, понимаешь, вот как был случай с этим, может, слышал с господином Шамсудиновым, над которым там глумились, он перестрелял там тоже, по-моему, около восьми человек. Ребята, вы не понимаете, это другое, без шуток. Его можно было, ну вот, знаешь, это там, есть там, к примеру, иностранные, там, французские легионы и прочее. Можно было забрать в армию не траву красить и полковникам дачи строить, а, так сказать, отстаивать национальные интересы. Много же есть всяких, понимаешь, горячих точек, где он мог свою ненависть, свою агрессию выплеснуть в дело. Понимаете, он мог за это деньги получать, звания, всякие преференции. Многие там писали, что так, мол, и так, это у него от недотраха, вот у него девочки, тяночки не было. Но знаете, дорогие друзья, война – это вещь такая. То есть, если ты в мирной жизни, не приведи этот самый, пойдешь там с тяночкой что-то сделаешь против ее воли, все, это тюрьма, это сразу тюрьма. А на войне, пожалуйста, там раздолье шизиком и маньяком. То есть, если, ну, условно говоря, неважно, какой это век будет, 13-й или 20-й, вот, к примеру, заходит там какой-нибудь отряд, там зачищает какую-нибудь деревушку. Ну, что, мужиков поубивали, там эти аночки-писечки остались. Ну, что, он ее изнасиловал, потом убил, или убил, потом изнасиловал, какая разница. Даже если командир ему что-то скажет, а зачем ты это сделал, зачем такая жестокость? Он сказал, да, она шпионка какая-то была, или там разведчица, неважно. То есть, какое-то оправдание было. Он бы мог где-то. Это, конечно, это, знаете, звучать неполиткорректно, неправильно. Но еще раз, человек – это обезьяна. И сейчас, вот, как этого писателя, типа, левочка Пинкер, или как его там фамилия, который писал, что вот, сейчас градус насилия дичайшим образом снижается, оголтелая война уходит. Нет, человек – такая же обезьяна. Такая же. И он раньше такие, прости господи, люди, как вот этот Тима, он мог бы пойти куда-нибудь в эти… Слышал же, Эдуард, выражение «разбойники с большой дороги». Вот. Такие люди были разбойники, они грабили людей, грабили там караваны. И то же самое, наверняка, в таких там дирижанцах там и женщины были, они могли… У них вопрос, как и Тяночек, Писечка, вообще, в принципе, не поднимался, не был актуален. То есть, они могли реализоваться, это, можно сказать, там, «Псы войны», или как-то по-другому их назвать. Вот. Но в мирной жизни они непригодны. В мирной жизни они нормальным, здоровым психически людям, относительно, они причиняют вред. То есть, представьте, если бы это чмо это сделало не… Ну, где он там, в университете это сделал, а где-нибудь там, в общественном транспорте, там, или еще где-нибудь. Вот. А там бы ехала вот моя бабуля, баба Сима, которая 53 года отмантулила на заводе. И он, это скотарвань, говорит, что вот они, они недостойны жить еще. Но это баба Сима, которая всю жизнь на благо, ну, можно сказать, в том числе его, но не его, конечно, на благо своей страны, полвека свою жизнь, свою молодость положила на работу, на завод. То есть, она приносила кому-то пользу. Вот, даже вот Эдуард, какие бы мы ни были, но вот мне человек там задонатил, написал, Илья, «Хикан, вот я тебя смотрю, и ты меня, значит, подталкиваешь, побуждаешь к тому, чтобы там не бухать». Все, хорошо. То есть, «Хикан» показывает какие-то вещи, как не надо жить. И люди это смотрят, понимают, да, да, у меня все хорошо, все, все. Делают выводы, например. Вот. Но, а это чмо, видите ли, значит, себя, себя обозначило как судья. Вот, если бы он, Эдуард, жил где-нибудь там, к примеру, в первом веке, во втором веке, он бы мог замутить какую-нибудь милинаристскую секту, например. Или, зачем первый, второй, ну, какой-нибудь Савонарола был такой, который говорил, ребят, я тут это, во Флоренции общаюсь с Богом, так что слушайте меня, и все будет ништяк. Ну, чем закончился Савонарола, мы все с вами знаем. И вот поэтому, дорогие друзья, еще раз, шизофрении невозможно договориться. Такие вещи предотвратить невозможно. Еще раз, «Тейк Хикана» в том, что таких людей можно не то чтобы перевоспитывать, их недуги можно в подвиге определять. Да, но это сложно, потому что никто этим заниматься не будет, скорее всего. Хотя можно было бы из них, могли быть неплохие солдаты, которые удовлетворяют своего внутреннего зверя. То есть, они могли быть не ублюдками, которых будут себе проклинать, а, в принципе, служить своему, так сказать, государству. Причем, неважно, это, ну, шизики бывают же не только там в России, да. Ну, вот опять же, в США постоянно же эти там масс-шутинги, колумбайны и прочее. Вот, поэтому в США этим, видимо, тоже не занимаются. Вот, дорогие друзья и враги, да-да, не удивляйтесь. Эдуард, а вот когда ты был молод и горячий, в твою бытность были такие звери, так сказать? Были, конечно. И что, они в школах тоже стреляли? Ну, не знаю. Нет, наверное. Ну, вот, Эдуард, не знаю. Вот так, вот так. Что можно еще сказать? В принципе, больше тут нечего сказать. А, да-да-да. И появляются, естественно, тоже... Я тоже не могу понять, как, в принципе, это работает. Это, видимо, какой-то... Когда разновидность стокгольмского синдрома, в основном, это у девочек такое бывает. Короче, предыдущий тоже там стрелок, так называемый шизик-террорист, который тоже там людей пострелял, и у него нашлись почитатели. То есть, в социальных сетях там создавались сообщества, его поддержку. Ой, давайте ему скинемся на адвоката. Ой, он такой симпатичный, он такой красивый. Зачем? Зачем? Ну, то есть, он мог бы тебя бы или твою мамку увольнуть. Ты бы тогда ходила бы на трех вокзалах, так сказать, делала филиацию бездомным людям. Или на трассе Дон-М4 бы стояла. Зачем? Зачем? Ну, вот видите, это человеческая натура. Тут то же самое, мне кажется, раньше, вот, как же его звали, Ильнас Голливиев, который тоже там народец пострелял, тоже сумасшедший. Я думал твердо, четко, что у него не будет там никаких фанатов и прочего. Нет, собирали на адвокаты, делали поддержку, до сих пор там в ФГЧ треды в поддержку. Я этого, в принципе, не понимаю. Зачем? Зачем? У этого то же самое будет. Владик Росляков до сих пор тоже в ФГЧ это потом порой наблюдаю. Зачем? Зачем? Непонятно. Зачем? Ну да ладно, не будем отгустим. Не будем. Все равно напишите, если вы понимаете, зачем. Я думаю, это какой-то, еще раз, разновидность, как это стокгольмского синдрома. Вот так. Вот так. Эдуард, можешь как-то подытожить или что-нибудь пожелать нашим дорогим зрителям хорошее в этот холодный сентябрьский вечер? А что я могу пожелать-то? Не знаю. Понимаешь, каждый живет по-своему. Каждый по-своему жизнь строит. Безусловно. Ну, что я могу сказать, ребята? Захочет, будет дома сидеть. Захочет, пойдет гулять. Ну, главное в этой жизни не закончить так же, как и Тимочка. Кстати, ребята, знаете, на удивление, его, этого чувака, террориста, его подстрелил обычный гаишник. То есть, вон, я сейчас смотрел передачу. Обычно, если вспоминать случаи с госпожой, как ее там, Маршинкулова или Бабакулова, ну, ладно, не суть, вот, когда эта типа нянечка отрезала голову маленькой девочки и ходила с ней, а менты рядом ходили, крутились и смотрели. Вот. А этого его просто, я не помню, кто там, прапорщик или, ну, я, честно, не помню уже, какой-то молодой чувак просто его взял, застрелил собаку. Ну, чё, ну, чё ему, надо ему ещё было, и не испугался, главное, вот. Ну, в общем-то, не о всех надо строить определённые выводы по случаям с этой, с Бабакуловой. Вот. Поэтому на удивление, на удивление, конечно, да, могу сказать, моё почтение. Вот. Так что, дорогие мои друзья, если вы всех ненавидите, если вы чувствуете, что внутри вас сидит зверь, если вы возомнили себя судьёй, то, ребята, в армию. Пожалуйста, в армию. Я думаю, вы там сможете. Ну, только в какие-нибудь, я так понимаю, там, спецвойска, да, вот. Вот. Чтобы обычные овощи, трудяги-работяги, которые приносят на самом деле какую-то пользу обществу, чтобы они, так сказать, не стали жертвой вашей шизофрении. Вот. А, кстати, да, тоже читал, если, опять же, верить этому Шизику, он, когда оформлял ствол, значит, первая женщина, ну, там же надо психологов там проходить и прочее, она, она говорит, сначала что-то там засомневалась, отправила его к другому и прочее, а он тесты, тесты должен пройти, и он их в интернете нашёл, там, проходил, типа, правильные ответы выучил, и всё, и прошёл, в общем, обманул так систему, вот, поэтому нельзя всё так сбрасывать на госслужащих там и прочее. Вот такие пироги, вот. Если не хотите в армию, в монастырь куда-нибудь, вот там, ну, конечно, вы вряд ли себе что-нибудь, каких-нибудь тяночек найдёте, прочее, но зато будете ближе к Господу нашему сварогу. Итак, дорогие мои друзья, не совершайте беды, не доставляйте беды другим людям, если беда у вас в голове. Берегите себя и ставьте классы, ну, и всё остальное вы знаете. До новых встреч и берегите себя, не делайте сраньи.